В этой капсуле сокрыт эликсир долголетия, водоросли, ламинарии. Из них в поселке Березовка Кондопорского района будут производить лечебно-профилактические, диетические продукты, детское, спортивное питание и даже косметику. Инвестпроект на сумму в более чем 400 миллионов рублей реализует компания «Биомедицинские инновационные технологии». Добычей бурых водорослей на Белом море она занимается с 2017 года. Решение о строительстве было утверждено на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. Долгожданное событие для нашей компании в первую очередь. Мы экспортируем нашу продукцию в более чем 47 стран. В недавнем времени заключили первый контракт с Саудовской Аравией. У нас очень сжатые сроки. Мы до 25 года, до сентября должны ввести завод в эксплуатацию. Участок для строительства подобран при содействии властей Карелии. Кондопожский район выбран не случайно. Это территория опережающего социально-экономического развития, где инвесторам предоставляют налоговые льготы. Учредитель компании Анатолий Хитров поблагодарил правительство региона и назвал это сотрудничество примером государственно-частного партнерства. Я очень рад тому, что, во-первых, мы познакомились, подписались и реализовали. Ну, почти без бетона, но мы обязательно реализуем, Артур Олегович. Я вам даю слово, этот бизнес будет запущен. И более того, здесь находятся представители продаж. Это неотъемлемая часть бизнеса продажи, который будет, разумеется, наполнять бюджет Карелии налогами. Завод создаст 80 новых рабочих мест. Артур Парфинчиков подчеркнул, что создание и производство продуктов из растительных даров Белого моря – вопрос не только продовольственной безопасности и развития региональной экономики. Это вопрос здоровья нации. Мы действительно должны есть то, что нам дарит наша богатая природа, есть натуральные продукты, и это касается практически всех направлений. Для нас крайне важно, что появляется такое предприятие, у нас появляются такие партнеры, и вообще появляется целая отрасль. Компания активно сотрудничает с Петрозаводским госуниверситетом в целях подготовки профильных специалистов и предложила идею создать на его базе кафедру биотехнологов. Глава Карелии выразил уверенность, что в этом обязательно помогут и карельские ученые. Егор Буяло, Станислав Шведов, Служба новостей.